Всем привет! Вы на канале VNG Build House и с вами Мисс Огородник. И сегодня мы сделаем план грядок, план огородов. Определимся, что мы хотим вырастить, напишем список наших культур, которые мы будем потом кушать летом, рассмотрим предшественников культур и сочетаемость культур вместе друг с другом, а также сделаем план посадки на этот год новый. Я поделюсь своим опытом и, может быть, вы присоединяетесь к нам, ставьте лайки и делитесь своим опытом. Нам будет это всем вместе полезно, потому что мы, огородники, всегда ищем что-нибудь новенькое, узнаем новую информацию. Так и я в 2022 году наконец-то себе сделала грядки высокие. Очень давно хотела, просила своего мужа. У нас все не доходили руки, не было времени на это. Но мы все-таки осилили и перед 9 мая мы сделали из шифера 60 см высотой 4 грядки больших. Потом я вам их покажу. Сейчас у нас там снег на улице, и очень, ну, как бы они все уже в снегу. А летом я обязательно сделаю видео о своих классных грядках. Но если даже у вас нет этих грядок или еще чего-то, то есть просто кусочек земли, или вы просто хотите себе вырастить что-то, теплицей на огороде, сегодня я расскажу, как я составляю план. Поэтому, если у вас нет времени, то вы можете прокрутить, дальше посмотреть. А если есть, оставайтесь, мы с вами все подробно перерасмотрим. Итак, поехали. Давайте начнем составлять список. Не поленитесь написать его от руки или в телефоне. Вспомните, помечтайте, что бы вы хотели, что бы у вас было на огороде. У меня, на моем примере, я пишу тебе цвекла, баклажан, капуста. Ну, конечно же, я хочу, наверное, цветную капусту, как и в прошлом году. Патиссончиков немножко. Каждый распределяет себе на свою семью или на свои цели. Укроп. Не забудьте про лучок. Горошек. Петрушка. Дальше мне нужно будет распределить морковь. Кабочки, всеми любимые. Ну, а также вы, наверное, себе запишите помидоры и огурцы. Я их распределю в отдельном видео, в теплицу. Там у меня будут посадки. Это помидорчики, перчики и огурчики. Ну, а вы себе можете тоже их добавить. Я написала основные культуры. А остальные культуры вы себе добавляете. И уже мы с вами будем дальше вместе смотреть. Итак, список мы составили. Что нам нужно делать дальше? Возьмите себе листочек бумаги. Очень удобно, чтобы потом его с тобой носить на грядке. Потом вы можете это вырезать и вклеить в свою тетрадь. Ну, вот у меня есть тетрадь огородника. Я о ней тоже рассказывала в каком-то из видео. Но это уже потом следующая история. Можете посмотреть. Сегодня грядки. Представьте себе перед собой, что вы видите. Обычно у каждого свое какое-то воображение. У художника одно, у художника другого не имеет значения. Просто возьмите себе и распределите на какие-то маленькие квадратики или круглышки. Итак, у меня, если я посмотрю, у меня 4 грядки. Шириной они полметру. Я уже начертила. То есть берем сейчас линейку. И вы можете быстренько или от руки себе сделали. Давайте вот такой вот план набросаем, чтобы потом на нем можно было работать. Итак, что я сделала? Еще раз. Полметру у меня такие 4 грядки. И длиной они у меня 6 метров. Я разделила их на эти квадратики полметра. Вот так вот. Так. Дальше. Что мы делаем? Теперь я покажу. У меня есть моя вот эта вот тетрадка, про которую я сказала. И смотрим прошлогодние ваши посадки. Смотрите. У меня, я их записала вот сюда, вот в тетрадь. И на основании этого мы будем составлять новый план. Если у вас нет прошлогодних посадок, то просто составляйте. Если вы не делали такой план, то вспоминайте из головы, что у вас было. Но это очень важно для того, чтобы не посадить туда же одну и ту же культуру. И у нас с вами есть, ну вот и правило, огородника. Все его знают, что нужно, чтобы был оборот культур. То есть нельзя сажать в одну и ту же культуру, нежелательно. Конечно, есть культура, которую можно, но нежелательно сажать в одно и то же место. Итак, поехали. Смотрите. На первой тряпке вот здесь вот у меня, у меня там голубика и брусника. Я прям себе вот тут вот у меня сжималась. И дальше вот на этой грядочке была тыкая брусника. То есть здесь я заполнять не буду. Я начну вот с этой новой грядки. И посмотрим, если сравнить мою табличку, то вот здесь вот на вот этой грядке у меня была морковь посажена. Детская сладость. И вот морковь у меня была вот до сюда посажена. И здесь у меня был редис. Редис, название редиса. Морковь я сажала разных специальных сортов и зимний сорт. В этом году, в прошлом, получается, году морковь была у меня очень классная, большая. Я там первый раз такую здоровую вырастила. Итак, давайте пойдем по списку. У вас первым написано, например, свекла. Смотрим. В прошлом году у меня свекла была вот здесь, вот в этом. И в этом году я хочу ее посадить вот сюда. Почему? Потому что здесь у меня были баклажаны. И, как мы знаем, свекла любит расти после посленовых, картофеля, томата и баклажанов. И я рисую себе вот такие вот кружочки этой свеклы. Потом я вспоминаю о том, что у нас расстояние между растениями сразу себя, да, отмечаю 10 где-то сантиметров. Ну, прям вот тут вот себе пишу 10, чтобы потом, да, не забыть. А расстояние между рядами у нас, ну, где-то 15-20 сантиметров. Такая вот шпаргалочка. Ну, и себе быстренько кружочки нарисовали. Здесь мы посадим свеклу. Так. Да. Дальше. Поехали в следующий пункт. Сколько вам нужно. И отмечаем, что вот этот круглышочек, чтобы потом не забыть, что это у вас свекла. Свекла. Вот. Хорошо. Теперь дальше распределяем. По плану у нас следующий идет у меня баклажан. Пункт там 2, который мы писали. Баклажанчики у меня были вот здесь в том году. Так. Сейчас я их планирую вот на эту грядочку сделать. Вот сюда. Возьму какой-нибудь другой карандаш. Ну, например, пусть у меня будут вот такие вот коричневые баклажанчики. Почему я баклажанчики хочу туда? Потому что баклажаны растут лучше после бобовых, фасоли, гороха. А также после тыквенных культур огурцов, кабачков, патиссонов. В общем, они у нас такие, да. И у меня в прошлом году вот здесь были патиссоны. Поэтому они хорошо сочетаются. Также баклажаны хорошо растут после лука, моркови. Может быть, у вас была капуста или ледис. То есть, еще раз, баклажаны хорошо растут после цикленных, крестоцветных и зонтичных. Поэтому сюда я, например, нарисую баклажанчики каким-нибудь цветочком. Мне много не надо. Вот, да, вот так вот. Я так нарисую себе баклажанчики. Так. При этом мы с вами знаем, что баклажанчики мы будем сажать на расстоянии 50-70 см между рядами. Да? Тогда я сделаю два ряда. Немножко я по-крупному сейчас нарисовала. Ну, в общем, ладно, я пойму, что тут 50 или 70 см. Вот, между рядами, да? И между растениями 40-60 см я беру. То есть, смотря сколько между растениями. Вот так вот сделаем 40-60 см. Ну, и давайте так же быстренько их сюда еще раз посадим. А вы себе тоже что-нибудь там рисуйте, вспоминайте. Все. И вот тут я себе отмечу, что вот тут у меня будут баклажаны. Вот эти цветочки, чтобы потом не забыть, что это баклажан. Так, ну, если примерно у меня здесь одна грядка 3 метра, да, длиной и метр шириной, то я примерно посажу раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну, максимум восемь. Этих баклажанчиков. И я как раз буду знать, сколько мне нужно. Вот восемь штучек. Так, ну, потом можно будет делать это красиво. Мы сейчас сделаем с вами, просто примерно набрасываем, что у нас будет. Все, баклажаны мы сделали. Следующий пункт у меня капуста. Вспоминаю, смотрю у нас, да, свою тетрадь. У меня капуста была цветная и росла она вот на вот этой вот грядке. Так, и в этом году я ее планирую посадить вообще отдельно. У меня есть еще вот здесь вот такая грядочка, здесь был лук. Поэтому капусту белокочанную и капусту цветную вообще, да, капусту я собираюсь теперь вот сюда посадить. Ну, поэтому давайте вот вы тоже себе примерно возьмите другого цвета, какой-нибудь карандаш и распределите капусту. Так, ну, капуста, давайте вспомним, у меня на расстоянии где-то между рядами 30-60 сантиметров, да, высаживаем ее. То есть примерно вот так вот пойдет моя капуста. Здесь у меня был лук раньше, да, опять же, это хорошее сочетание капусты и лука, да, потому что капуста очень хорошо растет после лука, чеснока, моркови, томатов и огурцов. Вот вы вспоминайте, что у вас там есть. Поэтому здесь у нас будет капуста. Ваше время сильно не занимать. Я вот этот круглешочек разкрашу и напишу капуста. Так, пошли дальше. Следующим пунктом у нас с вами идет цветная капуста. Так, цветная капуста. У меня брокколи была вот на этой грядке. Сноубол, да? Так, а теперь я ее куда планирую? Теревокочарная капуста, немножко цветной. Я планирую там, где пятисоночки. То есть на первую грядку в дете была морковь и редис, вот сюда. Значит, вот мы, опять же, да, капуста растет хорошо после лука, чеснока, моркови. Хорошее сочетание. Поэтому вот сюда, на эту грядку, не на всю, мне много не надо, я возьму капусту надмирсного булла. Вот здесь вот ее посажу. Так, ну, отмечу себе тоже каким-нибудь... Еще раз, да? Капуста у нас с вами хорошо сочетается с луком, чесноком, морковкой. Да, мы, видать, ее можем посадить после томатов и огурцов. Поэтому вот сюда у меня пойдет еще раз капуста. Капуста, без разницы какая. Капуста, ну, например, брокколи. Так, все, вот я распределила. Так, что дальше? В следующем у меня идет патиссоны. Патиссоны. В прошлом году патиссоны росли на вот этой грядке. В этом году у нас тут баклажан. Вот, теперь я должна распределить патиссончики куда-то. Их много не надо. Патиссоны легко сочетаются и растут вместе, дружат с капустой. Поэтому патиссончики... Ну, возьму, например, какой-нибудь другой цвет, красненький. Пусть будут у меня патиссончики. Значит, патиссончики я сейчас распределю вот вот сюда, на первую, на вот эту вот грядку. Еще раз напоминаю, где у меня росла нарковка, предис. Здесь будут патиссоны. Патиссонов много не надо. Пусть будут красные кругляшки. Я, наверное, их возьму три всего. Потому что кустики у них большие, разрастаются. И я думаю, что их не будет достаточно. То есть, и себе вот тут вот напишу, чтобы не забыть, что красные это у меня патиссоны. Так, патиссоны мы должны с вами друг от друга придерживаться, когда сажаем 70 сантиметров. Опять же, чтобы потом уже не вспоминать еще раз, да, куда чего делать. Вот я вот укусненько себе сделаю. Следующая культура у нас с вами укроп и петрушка. Но укроп и петрушка это такая культура, да, которую мы с вами можем, ну, везде почти посадить. Поэтому мы сделаем в конце. А сейчас посмотрим на горошек. Очень зелененький и вкусненький. Вон Джесси у меня там играет. Горошек у меня был в прошлом году вот здесь вот вместе со светлой. Росли они хорошо, дружненько. Светла выросла большая, так как горох ей помогал расти. Где-то вот на вот этой вот грядочке. В этом году горошек я посажу на среднюю грядку вот сюда. Здесь у меня росли кабачки. Итак, дорог отметим, ну, какими-то тоже кругляшочками горошек наш. Вот. Вот так вот. Вот сюда. Так, горох, он сочетается почти со всеми культурами, кроме самого гороха и бобовых. Поэтому не сажайте в одно и то же место его, а нужно в другое, да. Он очень полезный для плотчика, он насыщает почву азотом. Поэтому свеколка у меня была очень крупная и большая. Есть даже фотографии, может быть, выложу. Хорошо. Итак, горошком я хочу для своей семьи немножко. Но, в принципе, у меня есть уничок, который очень любит горошек. Поэтому, наверное, вот эту грядку мы займем горохом. Особенно, когда он зелененький. Так, все. И не забудьте себе подписать, что это у вас горох. Так, следующая культура у нас морковь. Морковь у меня была вот на вот этой грядке. Да? Сейчас мы посмотрим, куда я ее посажу. После лука она хорошо будет расти после чеснока и капусты. Так, хорошо. Где у меня была капуста? Капуста у меня была вот здесь. Поэтому я ее вот сюда чудесненько, эту морковушку, и посажу. Ну, да, чтобы ей там нравилось. Так, морковку. Ну, я, наверное, займу. Морковку я всегда делаю такими черточками, какими-нибудь. Опять же, вы сами придумываете, да? Вот. Рядами. Ряды можно расположить горизонтально или вертикально. Опять же, вы сами архитектор в своей жизни. Так, морковку мы сделали. Как мы ее будем с вами правильно сажать? Мы не забываем, что у меня тут расстояние морковки. Я беру 20 сантиметров между рядами. Вот. В принципе, так к ней хорошо будет. И между самими морковинками, ну, где-то 5. Можно немножко больше. Так, морковку мы с вами посадили. Дальше у меня по плану идет... Я хочу кабачки. В прошлом году кабачки у меня были вот здесь, где горох. В этом году я их планирую посадить вот сюда. Беру какой-нибудь другой там себе карандашик. Кабачки, да? Опять зероники у меня получился. Ну, ладно. Какой у меня будет другого цвета. Ну, ладно. Кузинники будут. Вот. И кабачки я отмечу какими-нибудь круглешочками тоже, да? Итак, я их сажу на первую грядку свою. Так, кабачки у нас с вами идут в расстоянии, ну, примерно тоже где-то 40 сантиметров. Ну, когда кто-то, то есть не надо их много, да, сильно часто сажать. Я немножко так нарисовала. Но лучше вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, где-то 8 кабачков у меня пойдет. Вот. Где-то вот так я их рассажу. И также напишите, что это у вас будут кабачки. Кабачки можно сажать на одном месте несколько лет. Они нормально это все переносят. Но лучше все-таки посадить после свеклы, морковки или после посленовых. Вот. У меня как раз кабачки будут там, где была свекла. В этом году, в новом году у меня будут здесь кабачки. Это очень важно соблюдать. Хорошо. Дальше у нас с вами идет, идет укроп и петрушка. И тут вы уже разбрасываете, где вы примерно хотите. Так. Что я тут тебе накидывала? Там лук можно еще, да. Вот возле свеклы я посажу лучок. Вот палочки возле свеклы, да. Я посажу лучок. Вы пишите, что это, чтобы потом не забыть. Дальше. Обычно по краям петрушки кабачки. Кабачки вот можно посадить по краям лук у кабачков. Да. Где-нибудь вот тут лук. И можно по краям вот так вот прям полностью посадить петрушку. Ну петрушку я, например, там волнистой линией сделаю. И вот это волнистой, это будет у меня петрушка. Там, где кабачки. Так. Сделали, да. Потому что петрушка очень дружит с кабачками. Она защищает кабачки, от вредителей помогает. То есть они помогают друг другу. Дальше. Что я еще тут не сделала. В принципе, примерно у меня получилась вот такая вот картина. Там, где морковь, я могу еще посадить шпинат, салатики. Какие-нибудь вот тут вот между. Пока морковь зайдет, шпинатик мы с вами уже покушаем. Ну опять же смотрите, чтобы там все сочеталось между собой. Дальше еще, что я планировала посадить, это базилик. Он хорошо сочетается с баклажанчиками. Баклажанчики у меня в этом году вот. Вот, значит, где-то здесь я пущу базилик. Вот. На эту блядку вот тут у меня подпишу тоже, чтобы не забыть, что это будет базилик. Ну и разные тракторы вы можете там уж как втыкать, да. Например, вот тут вот где. Это где-то у меня еще растет мято. Я думаю, что сегодняшнее видео вам было полезным. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если есть какие-то вопросы или пожелания, может быть, вы с чем-то не согласны, пишите в комментариях. Буду очень рада, потому что я тоже всегда всему учусь и хочу учиться вместе с вами. Я просто делюсь опытом. Присоединяйтесь к нам. Всем пока.